Радиостанции Советского Союза Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете 15 июня 1960 года в истории советского вертолетостроения состоялось значимое событие, а именно в этот день совершил свой первый полет прототип вертолета под обозначением В-10. В последующем получивший наименование и более известный как вертолет Ми-10. Во второй половине 1950-х годов, имея уже относительно богатый опыт при проектировании вертолетов, в конструкторском бюро Михаила Леонтьевича Миля перешли к разработке тяжелых винтокрылых машин. Одной из идей было создание очень оригинального летающего крана, в конструкции которого предусматривались длинные ноги для более удобной транспортировки негабаритных грузов под фюзеляжем. Предполагалось, что при использовании внешней платформы или обычной подвески это не только ускорит и упростит загрузку, но и позволит увеличить грузоподъемность не менее чем на 20% по сравнению с обычными вертолетами, которые перевозили груз внутри фюзеляжа. Кроме того, для летающего крана не предполагался большой запас топлива, поскольку доставка грузов должна была производиться на небольшие расстояния. Проектирование такого вертолета, получившего наименование В-10, началось в 1957 году, однако правительственное постановление вышло только 20 февраля 1958 года. Техническим заданием предусматривалась перевозка крупногабаритных грузов массой до 12 тонн на расстояние 250 км и массой в 15 тонн на более короткие дистанции. Проект сразу закладывали многофункциональность. Помимо транспортных целей, включая разгрузку судов в портах, В-10 планировали использовать как пассажирский вертолет с комфортным салоном, как летающий танкер, как санитарно-операционный пункт, а также как передвижную лабораторию. Впрочем, основными заказчиками выступали военные, требования которых сильно повлияли на внешний облик вертолета. В частности, для размещения в грузопассажирской кабине 28 человек или 3 тонн полезной нагрузки, а также прочего оборудования, фюзеляж пришлось значительно удлинить. Соответственно, предстояло проработать конструкцию стоек шасси, которые получались очень высокими. В итоге основные размеры летающего крана получились очень впечатляющими. Длина фюзеляжа вертолета составила почти 33 метра, а с вращающимися винтами его общая длина была почти 42 метра. Высота вертолета на стоянке была с трехэтажный дом и составляла 10 метров. Поистине он был просто гигантом. Вместе с тем, В-10 создавался с учетом использования многих узлов и агрегатов от вертолета Ми-6, включая и двигатели Д-25, чтобы в производстве получить максимальный уровень унификации. Фактически новыми были только фюзеляж, шасси и гидрозахваты внешнего груза. В то время как силовая установка, несущие и рулевой винты, а также трансмиссия, общие схемы системы управления и гидравлическая система полностью заимствовались у предшественника, то есть у Ми-6. Была у советского летающего крана еще одна особенность – для упрощения операций по подвеске внешнего груза, когда вертолет буквально накатывался на них, а также для наблюдения за грузом в полете. Была создана специальная телевизионная установка с камерой под фюзеляжем. Также внутри фюзеляжа, в зоне редукторного отсека, силовым шпангоутом крепилась ферма с грузовой лебедкой и восьмикратным полиспастом, обеспечивающим подъем и опускание груза массой до 15 тонн на высоту до 30 метров. Весь период проектирования и постройки первого прототипа занял чуть больше двух лет. Опытный образец с регистрационным номером СССР 0401 впервые поднялся 15 июня 1960 года. Летчиком-испытателем того полета был Рафаил Иванович Капрылян. Испытания В-10 проходили в неполной полетной конфигурации, на вертолете отсутствовала шахта аварийного покидания, а на стойках установили только по одному колесу, причем передние были самориентирующиеся. Несмотря на успех, достигнуты в испытательных полетах. В мае 1961 года первый прототип был потерян в результате вынужденной посадки. Катастрофа, в которой погибло четверо из пяти членов экипажа, произошла на пути вертолета из Казани в Москву. Причиной катастрофы стал отказ привода масляного насоса, который был установлен в главном редукторе. Между тем, тестовые полеты продолжились на втором прототипе с номером СССР 0402, а третий опытный образец с номером СССР 01403 использовали для статических испытаний. Именно второй опытный Ми-10 был публично продемонстрирован широкой общественности. 9 июля 1961 года, во время проведения Дня воздушного флота в Тушино, вертолет доставил к гостевым трибунам геологический домик. Стоит отметить, что в 1966 году этот же вертолет был обозначен как Ми-10 УПЛ и временно предназначался для транспортировки универсальной полевой лаборатории. Спустя чуть более двух месяцев на модифицированном вертолете Ми-10Р было установлено несколько абсолютных мировых рекордов грузоподъемности, в том числе подъем груза массой 25105 кг на высоту 2840 метров. От прототипов эта машина отличалась не только окраской, но и облегченной конструкцией и коротким шасси с обтекателями на колесах. На декабрь 1961 года были намечены государственные испытания Ми-10, но заказчик вполне ожидаемо обновил требования. Разработчикам предстояло заменить лопасти несущего винта, увеличить ресурс двигателей и редуктора, а также установить доработанные стойки с обтекателями на колесах. Это задержало процесс доведения Ми-10 до эксплуатационной стадии, но не помешало принять решение о развертывании серийного производства. Выпуск Ми-10 стал осуществляться на ростовском авиазаводе в 1964 году, а в 1965 году советское правительство отправило новейшую технику на 16-й парижский авиасалон. Демонстрация Ми-6, Ми-10 и Ан-22 прошла более чем успешно. Западные специалисты были шокированы и особо отметили тяжелые вертолеты, в конструкции которых был решен целый ряд сложных технических вопросов. В 1966 году вертолеты Ми-6 и Ми-10 совершили перелет в Нидерланды, по итогам которого один летающий кран был приобретен голландцами и впоследствии перепродан в США, где успешно прошел 170-часовые испытания. Других экспортных заказов на Ми-10 больше не последовало. Тем временем на авиазаводе в Ростове-на-Дону очень скромными темпами разворачивалось серийное производство. Первый Ми-10 сдали в сентябре 1964 года, две машины второй серии были сданы в 1965 году, а в 1966 году сдали две машины третьей и три машины четвертой серии. Выпуск задерживался процессом доработок, большая часть которых водилась по результатам недавно завершившихся государственных испытаний, в связи с чем в 1967 году сдали еще две машины четвертой серии и заложили пятую. В течение 1968 года выпустили несколько вертолетов шестой серии и только с 69-го в производство поступили наиболее многочисленные десятки, уже седьмой серии. Модификация Ми-10 РВК, то есть ракетно-вертолетный комплекс. Данная модификация должна была перевозить крылатую ракету С-5В вместе с пусковой установкой, так и осталась невостребованной, в связи с чем основной специализацией вертолета стала перевозка грузов. Из-за скромного количества эти машины распределялись по авиационным соединениям едва ли не поштучно. Поставки Ми-10 производились с 1965 по 1975 год включительно. Первые вертолеты попали в Луганское училище, но впоследствии их распределили среди отдельных вертолетных полков. Военные использовали Ми-10 преимущественно для перевозки грузов, которые не помещались в Ми-6, причем в процессе эксплуатации летающего крана было выявлено несколько особенностей, требовавших особой подготовки экипажей. Кроме повышенной вибрации Ми-10 очень неприятно вел себя без груза, обычно вертолет совершал нормальный взлет с небольшим разбегом, но при пустом фюзеляже начиналось сильное раскачивание. В связи с этим на незагруженных Ми-10 пилоты старались совершать взлет и посадку вертикально. Впрочем, с нагрузкой на внешние подвески тоже были проблемы. Помимо высокого аэродинамического сопротивления, на большой высоте крупногабаритный груз грозил обледенением, что вполне могло привести к катастрофе. В таких случаях предписывалось освободить платформу, а в крайнем случае покинуть вертолет, но, как показала практика, средствами спасения смогли воспользоваться далеко не все экипажи. Сравнительно с Ми-6 у летающего крана была и другая проблема – более низкая крейсерская скорость при транспортировке внешних грузов. Другими словами, при отсутствии необходимости транспортировки баллистических ракет Ми-10 оказался избыточным как для армии, так и для ВВС. Между тем, для Ми-10 нашлось другое применение – экзотическая конструкция с высокими ногами хорошо подходила для подвески станций радиоэлектронной борьбы. Еще в 1966 году на базе одной из серийных машин построили модификацию Ми-10ГР, также носившей полуофициальное название «Гребешок», которое предназначалось для определения местоположения передающих радиостанций. Вертолет оснащался специальным подвесным контейнером с опускаемыми антеннами, но до серийного производства тогда его довести не удалось. К идее оснащения вертолета радиоэлектронным оборудованием вернулись в 1970 году, когда была построена модификация Ми-10ПП или же постановщик помех. На гидрозахватах в подвесном контейнере размещался комплекс СТ-9000 «Степь», в состав которого входили три помеховые станции «Букет» и восемь ответно-передающих станций «Фасоль». Вместе с установкой внутри фюзеляжа дополнительных энергоустановок и рабочих мест обслуживающего персонала общая стоимость Ми-10ПП оказалась почти в шесть раз выше, чем у летающего крана. Но все же эта модификация оказалась востребованной и в течение 1970-х годов под новый стандарт на ростовском заводе переоборудовали около 20 военных Ми-10. Как уже было сказано ранее, зарубежная история Ми-10 оказалась очень скромной, но кроме стран Варшавского договора, США и Нидерландов летающие краны все же смогли побывать еще в одной стране, речь идет об Афганистане. Весной 1980 года в эту страну прибыл отряд Ми-10, вошедший в состав 181-го отдельного вертолетного полка. В целом, служба этих машин протекала без особых эксцессов, однако летом того же года один вертолет был потерян во время транспортировки бензовоза из Кундуза в Маймании. Еще один Ми-10 был обстрелен снайперами, тогда поврежденную машину удалось довести до авиабазы, однако при этом погиб бортмеханик. Афганский период службы летающих кранов завершился в 1988 году, когда вертолетный полк был отправлен в СССР в рамках вывода советского контингента войск. Дальнейшая история этих уникальных машин оказалась очень короткой, немногочисленные длинноногие Ми-10 оставались в войсках вплоть до 1989 года, пока последние вертолеты не были списаны по причине высокого износа конструкции. Еще несколько лет они оставались на задворках советских авиабаз, дождавшись распада СССР и будучи разделанными на металлолом после 1991 года. Суммарный выпуск Ми-10 всех модификаций на ростовском заводе оценивается в 55 экземпляров, из которых 17 относились к позднему варианту с короткими ногами. Кроме того, два более ранних вертолета переделали в Ми-10К, а еще три или четыре машины отправили на московский вертолетный завод имени Михаила Леонтьевича Миля для использования в качестве опытных экземпляров. По имеющимся данным, сохранилось всего три длинноногих Ми-10. По одному экземпляру находится в экспозициях авиационных музеев в Монино и в Торжке, а еще один вертолет установлен в качестве памятника на военном аэродроме в Хабаровском крае. Несмотря на скромное количество вертолета Ми-10 стали одним из символом гражданской авиации Советского Союза. В послесловии хотелось бы добавить, что в данном виде есть одна неточность, а именно на данный момент длинноногих исполинов Ми-10 в России осталось два вертолета в виде экспонатов. Как ранее говорилось, один экспонат музея военно-воздушных сил в Монино, второй экспонат музея 344-го центра боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации в Торжке. А памятник, который был установлен в 1986 году в военном городке в Хабаровском крае, к сожалению, не сохранился. Видимо, он на рубеже 90-х годов был демонтирован с последующей утилизацией. На этом, пожалуй, и закончу рассказ об этой уникальной машине. А вам, если есть, что дополнить, уточнить или поправить, прошу делиться в комментариях. Будем с вами знакомиться с тонкостями, недостатками, рекордами и историями этого интересного летательного аппарата. В заключении хотелось бы добавить, что канал вертолета Мания был заблокирован. Но из-за моего огромного интереса к истории винтокрылой авиации был создан новый канал, в котором я также продолжу делиться с вами, уважаемые друзья и подписчики, своими публикациями. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Продолжение следует...